Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем курс наших лекций по концепции общественной безопасности. И вот на предыдущем занятии мы познакомились с глобальным эволюционным процессом. В принципе, как вы, наверное, обратили внимание, ничего нового там не было. В общем-то, мы освежили в памяти то, что нам когда-то давали в школе. Что такое генетика, мутации и так далее. Это нам поможет разобраться сейчас с той темой, которую мы сейчас начинаем. Мы сейчас будем рассматривать глобальный исторический процесс на базе тех знаний, которые уже освежили на прошлом занятии. И вот существует два подхода к возникновению новых биологических видов. Известно, что из биосферы исчезло много видов живых организмов. Динозавры, птеродактили, это всем, в общем-то, известно. Но не зафиксировано ни одного случая возникновения нового биологического вида. Почему? Исходя из этого, человек возомнил себя венцом природы. И многие ученые, значит, это утверждает, вот человек, венец природы. Исходя из его новизны в тех вот знаниях, которыми мы обладаем. Но, как известно, новизна это не только совершенство. Это вот в технике особенно известно. Но и признак всех экспериментальных образцов. И если венец начнет давить на голову венценосца, то он может сбросить такой венец. Поэтому вопрос о возникновении новых видов очень важен. И надо разобраться в этом. Есть два возможных варианта возникновения. Первый вариант. Это каскад мутаций. Известно, что раз возникнув, некая мутация может охватить всю популяцию, часть популяции. Либо исчезнуть из популяции. Отсюда видно, что новый вид может возникнуть из старого в результате каскада мутаций. Но тогда по отношению к человеку возникает вопрос о промежуточных звеньях. А так как процесс этот был длительный, то эти промежуточные звенья должны были бы быть известны науке. И вместе с тем известны и ископаемые человек должны было бы так быть. Но их нет. Такой процесс допускает и деградацию вида. И есть, в общем-то, такие научные теории, в кавычках, которые утверждают о том, что идет деградация человека. Но глобальный эволюционный процесс имеет однонаправленный характер. Вспоминайте кадуции, две змейки, которые не могут ползать назад. И идет он, этот характер, в сторону усложнения. В современной биосфере существуют только устойчивые виды. А обилие промежуточных форм мы с вами не наблюдаем. Второй вариант. Генетическая катастрофа, которую мы рассматривали на прошлом занятии. Когда-то частью особей, вида прото-человек, поколения или несколько способных к рождению поколений, постигла генетическая катастрофа. То есть исчезновение генетически устойчивого ядра. И самки стали рожать только уродов. Ну, уродов это вот в кавычках взят. Но эти уроды уже принадлежали к виду человека разумной. И были генетически замкнуты по отношению к породившим их особям. Вспоминайте терминологический аппарат прошлого занятия. Что такое генетическая замкнутость? То есть при совокуплении либо неплодоносны, либо неустойчивы и исчезают. Вот это согласуется, такое положение, которое сейчас мы высказали, это согласуется с однонаправленностью глобального эволюционного процесса в сторону усложнения. Известный состав биосферы и ископаемых остатков прошлых биосфер говорит, что путь эволюции – это не бесступенчатое плавное восхождение. Вспоминайте теперь первую лекцию. Помните ступенчатая воронка прозрачная со ступенчатыми краями, куда укладывается канатика. А это многоступенчатая лестница. На каждой ступени многообразие видов. Каждая ступень – основание следующей. Вот такой вариант снимает вопрос о промежуточных звеньях и ставит вопрос о причине изменения генетики. Давайте порассуждаем о причинах и факторах изменений генотипа. В самом общем виде можно предположить две причины. Первая – природная, то есть физическая природная причина. И вторая – внеприродная, то есть божественная. Рассмотрим возможные варианты. Ну вот вариант А – вирус. Новую информацию в генотип может внести вирус, который избирательно может поражать половые клетки. Ну вот в частности как ВИЧ-спида, это синдром приобретенного иммунодефицита, избирательно поражает красные кровяные тельца. Вот это внесет в хромосомы такие изменения, что после зачатия получится организм, принадлежащий уже к новому виду. Вот здесь на этой картиночке иллюстрации того, что мы сказали. Вот есть мужчина, женщина и некий вирус там какой-то. Значит, вот он их поразил, значит, красные кровяные тельца, и на выходе вот крокодилген у них получился. То есть искажение хромосомного аппарата. Другая причина, вот излучение. Вспомним с вами первую лекцию по триединству материи информации мира о том, что все процессы во Вселенной носят колебательный характер. И колебания самые разнообразные. Хромосомный аппарат, мы с вами помним из школы, это колебательная система. Вот Х-хромосома и У-хромосома. И она колебательная система, которая способна к излучению колебаний и к приему колебаний. И вот ежели будет некий источник колебаний, который воздействует на вот этот хромосомный аппарат, Х-хромосому, и этот источник колебаний, колебания будут такие, которые будут внести в себе некий код, ну, предположим, какой имеет вот определенный смысл, то вот такой код и такие колебания с таким кодом могут вызвать перестройку хромосомного аппарата клеток. Ну, иллюстрации из жизни, как это может быть выглядеть? Вот многие люди не переносят, знаете, когда железом по стеклу, и вот я тоже, так сказать, в частности не могу, когда там скрипит что-то ножик, когда по тарелке режешь, вот это как раз там аж перекореживает. Вот так и здесь, ежели будет какое-то колебание, которое вот перекорежит Х-Х хромосому, то хромосомный аппарат изменится, скривится. Такое излучение должно, вообще говоря, качественно отличаться от обычного мутагенного фона, то есть привычных колебаний. Значит, вот этот вариант, он наиболее приемлем. Ну, и последнее, может быть, есть еще какие-то факторы, а не только вот то, что мы рассмотрели А и Б, которых мы пока не знаем. Значит, ну мы вот остановились на А и Б. Рассуждение, вот давайте порассуждаем, рассуждение аналогии. Но если есть фактор, который вот может исказить хромосомный аппарат, то что вызывает его к действию? Причем вызывает всякий раз вовремя. То есть тогда, когда завершается определенный этап развития биосферы. И из тех знаний, которые мы обладаем, они нам говорят, что виды, дышащие кислородом, появились не раньше, чем растительный мир создал атмосферу и озоновый слой. Хищники появились не раньше, чем травоядные и так далее. То есть процесс развития биосферы аналогичен процессу запуска многоступенчатой космической ракеты. И вот здесь изображена ракета, в частности, Протон, когда-то на космодроме я служил. Значит, у нее несколько ступеней есть, и она, вот ракету Протон, выводит на геостационарную орбиту спутники, в частности, спутники связи. И вот здесь вот иллюстрация. Ракета, вот в нее первая ступень, вторая ступень, третья ступень. Разгонный блок, который включается над Африкой и выводит сам спутник связи на геостационарную орбиту, который вращается в плоскости экватора, и его скорость соотносится со скоростью вращения Земли. И то есть он как бы висит в одной точке. Поэтому для наблюдателя с Земли спутник неподвижен. Так вот, как он выводится? Сначала работает первая ступень, потом она падает, потом вторая ступень, тоже падает на Землю, потом третья, потом вот разгонный блок и выводит на орбиту спутник. Но ведь давайте, ракета, вот эта вот ракета, она летит по программе, разработанной разумом человека. То есть ученые, конструкторы, они все это дело разрабатывали и так далее. А какой разум, чей разум руководит эволюцией биосферы сотни лет? И вот здесь на нижней картиночке, таблице, нарисован вот некий аналог сопоставления с полетом ракеты. Смотрите, что здесь? Здесь вот шкала времени, а здесь виды, которые известны там, вернее, эры так называемые, и периоды в развитии биосферы на планете Земля и животного мира. Значит, архейская, протозойская, там, периоды, пермский, значит, и все, что остальное здесь указано, не будем их перечислять. И в каждом периоде вот было появление. Сначала, значит, в этой шкале можете посмотреть временные параметры. Значит, появились беспозвоночные, потом растения, насекомые, вот, наземные животные, рыбы и так далее. И если так вот подниматься, подниматься, человек, то есть появляется так, вот, как бы ступень одна летит, бах, появляется новое, значит, в животном мире вид, потом бах, значит, новая ступень включается, летит. То есть, как бы аналог вот той же ракете, полету. Значит, атеисты, они, так сказать, которые говорят, Бога нет, они говорят, ну, это вот так вот случайно получилось. Ну, получилось так, что вот, значит, ну, можно, конечно, говорить, значит, но давайте порассуждаем. Значит, и раз вот это вот все дело случая, то вот вероятность, какова вероятность появления вот этих всех случайностей в целостном эволюционном процессе развития биосферы и развития животного мира на планете Земля. То есть, получается так, что какой-то разум есть, который управляет вот всем этим процессом. Поэтому вот эти итоги рассуждения, значит, они, конечно, аналогии, но аналогии, они служат основанием для принятия соответствующих выводов. И получается даже из таких вот простейших рассуждений, а мы дальше будем все это усложнять, усложнять, получается, что некий высший разум существует. И вот этот разум, царящий в природе, он неизмеримо мощнее человеческого, и его возможностей неизмеримо больше возможностей человека и соборного разума человечества в целом. И понятие Бога, творца, там, вседержителя, в жизни людей, это не произведение художественного творчества или их выдумка. И вообще вот задумайтесь, а откуда такой, так скажем, безмозглый человек в самом начале, который вот не знал ничего, какой же у них должен был быть полет фантазии, чтобы они сами для себя изобрели, не понимая ничего там, значит, о том, что существует некий разум, Бог и так далее, то есть надмирная реальность. Откуда это взялось? Тоже информация к размышлению. Значит, откуда берутся открытия, знания, законы? То есть опять вспоминайте определение, в частности в Коране то, что я вам процитировал, определение Бога, Аллах, нет божества, кроме него, живого сущего, то есть он живой, существующий, мыслящий, не овладевает им ни дремота, ни сон, ему принадлежит все, что в небесах и на земле, кто предстанет пред ним, иначе как с его позволения, то есть кто вступит с ним в диалог, он знает все, что было до них и будет после них, то есть все знания обладают там, во вселенной есть, а они, то есть люди, не постигают ничего из того, что он знает, кроме того, когда он пожелает этого, то есть знания даются людям свыше, и вот все открытия, то, что называется озарением, вот типичный пример, все знают наверняка, Ньютон, закон Ома, там, яблоко упало, бах, и его вот озарило, значит, поэтому во вселенной существует, как я говорю, и закон всемирного тяготения, он же до Ньютона тоже был, а Ньютон только вывел то, что существует в реальном мире, значит, на уровень осознанности и сформулировал это, так же касается и всех остальных знаний, вот отсюда, если уж можно продлить эту мысль, можно говорить об интеллектуальной собственности, то есть что это такое, откуда все это берется, значит, это что, человек сам изобретает, или это все принадлежит всем, и человек является только проводником определенных знаний в жизнь общества, а вывод-то какой отсюда, вот это, все, что мы с вами говорили, отражение в жизни общества истинного бытия Бога, то есть существования той надмирной реальности, которую люди называют Богом, вот, и доказательство своего бытия Бог дает каждому человеку сам, как это дается, значит, через ответ на обращение к нему, и я уже вот рассказывал о том, как моему товарищу, вот, Георгию Алексеевичу, Жоре, значит, были даны такие откровения, то есть попробуйте, а Бог разговаривает с каждым языком жизненных обстоятельств, то есть, и если вы будете внимательны, вот, к событиям, которые происходят вокруг вас, то вы будете видеть подсказки, которые делаются, значит, той надмирной реальностью, эти подсказки могут, ну, проявляться, значит, вот самое такое, в снах, когда Бог подсказывает, ну, есть такие люди, которые действительно, то, что мы рассматривали, рассматривали при рассмотрении три единства материи информации мира, стяжание Духа Святаго, когда люди, пытаясь войти в диалог с Богом, значит, они выходят на прямой контакт, и им идут вот эти откровения, но это таких людей называют пророками, их было очень немного, вот, в жизни людей известных, есть такие экстрасенсы, которые там им откровения получают, но вот рассматривая в будущем, на будущей лекции Грегоры, что это такое, можно разобраться, от кого они получают эти откровения, то есть от Бога, или от некой биополевой структуры, с которой они вступили в связь, это еще большой вопрос, вот, то есть доказательства, Бог дает каждому человеку сам, и разговаривает он с ним языком жизненных обстоятельств, ну, если так вот примитивно сказать, как это выглядит, если человек идет неправильно, то по неправильному пути, то он, значит, так скажем, споткнется, потом что-то у него сломается, в конце концов, даже иногда ногу там сломает, еще чего-то, и если он этого не замечает, он идет, вот, и все у него наворачивается, и все не получается, ежели человек эти намеки, подсказки Бога понимает, то он корректирует свою деятельность, дальше мы, вот, то, что я сейчас вам рассказал, будет хорошо понятно, при рассмотрении основных положений, достаточно общей теории управления, к которой мы вот скоро приступим, после рассмотрения глобального исторического процесса, поэтому, ответ Бога на запрос человека, заключается в том, что изменяется статистика разных случаев, происходящих с человеком, ну, вот то, что я на примитивных примерах попытался вам рассказать, значит, общий итог наших рассуждений, того, что уже мы с вами рассмотрели, значит, вот есть биосфера планеты Земля, есть матрица ее возможных состояний, то есть, биосфера же изменялась, шел глобальный эволюционный процесс, помните, появлялся там растительный мир, животный мир, то есть, вот эта матрица условно, мы ее как бы воронкой обозначаем, хотя на самом деле это вот ступенчатые края, просто вы поймите, что это графическое, некое условное обозначение развития биосферы, вот, эта матрица, вот эта вот зелененькая, это фрагмент общевселенской матрицы возможных состояний, то есть, эта матрица вписана вот в оранжевую, общевселенскую меру, то есть, Вселенная, она многомерная, вероятностная матрица возможных состояний материи, и все ритмы космоса, вот они сказываются на биосфере планеты, ну, в первую очередь, огромное влияние оказывает солнечная система, хотя и другие галактики оказывают воздействие на саму эту солнечную систему, то есть, общевселенская мера осуществляет свое воздействие на вот эту матрицу, и идет непрерывный процесс отображения информации в биосферу из Вселенной, то есть, вот эти стрелочки, это что, передача информации, в основном, колебательные процессы, свет, колебания, электромагнитные волны, колебания и так далее, и наоборот, идет, вот маленькими стрелочками, обратная информация, из биосферы, значит, Вселенной, вернее, биосферы Земли, идет, значит, информационное воздействие на всю Вселенную, вот этот процесс, он обозначен здесь, и так, есть Вселенная, она осуществляет свое воздействие на биосферу планеты Земля, и Земля, тоже колеблясь, излучая колебания, она тоже оказывает свое воздействие на процессы, протекающие во Вселенной, то есть поступает, если говорить о, с точки зрения достаточно общей теории управления, о чем мы рассмотрим, получается, что Вселенная, это субъект управления, то есть тот, кто управляет, это объект управления, ну, предположим, это водитель, а это автомобиль, или лошадь, и вот водитель управляет объектом, объект реализует замысел того, кто управляет, и субъект оценивает, по обратной связи, качество своего управления, то есть что происходит правильно, как меняются параметры, стрелки приборов в автомобиле, кончился ли бензин, еще что-то, вот, это дает понимание, как это оставляется управление, вот, в этой схеме, отображение, управление, самоуправление, это взаимно вложенные процессы и понятия, то есть можно сказать, что и это тоже процесс воздействия, это же тоже управление, раз информация есть, значит, она оказывает какое-то воздействие, вот сюда, поэтому мы вводим вот понятие, иерархически наивысшее управление со стороны Бога, по отношению к биосфере, протекает по объемлющей ее матрице возможных состояний, вот то, что нарисовано оранжевым светом, то есть со стороны иерархически наивысшего объемлющего управления осуществляется путем информационного воздействия и управления процессами на биосфере планеты Земля, а самоуправление протекает в пределах вот этого воздействия, то есть есть какие-то процессы, которые происходят внутри самой биосферы, но они идут в рамках, ну то, что вот называется в народе божье попущение, то есть вот за божье попущение не войдешь, то есть против Бога не попрешь, как говорится, вот, и общевселенская мера, вот это вот, приводит в действие фактор, вызывающий рождение нового вида в биосфере, вот мы к чему подошли, каков он с точностью до винтиков, то есть вот этот фактор, ну мы пока не знаем, но в самом общем виде, вот, дано описание, как идет это воздействие. Поэтому вывод о Боге, потому что это такая вот вещь, все пытаются сейчас обратить внимание, ученые там, они как-то увиливают, партийные деятели, они от этого вопроса уходят, вот о Боге, как, что, они говорят, ну вот церковь есть, там свечки, вот стоят в качестве подсвечников, там, значит, в церквах, и считают, что вот они с Богом там. На самом деле, все это от лукавого, они напрямую, не говорит никто. Хотя многие ученые, и уже сейчас, ну в том числе ученые, вышли на понимание существования той надмирной реальности, которую люди называют Богом. И они опять-таки лукаво начинают говорить, космический разум, информационное поле Вселенной, вот лишь бы не сказать то, что люди уже давным-давно, значит, назвали Богом. Поэтому мы в концепции общественной безопасности прямо так и говорим. Вот та надмирная реальность, информационное поле Вселенной, там, космический разум, еще что-то, мы говорим Бог. Вот. Поэтому говорим что? Что некий высший разум, Бог, существует. И мера, вспоминайте лекцию, общевселенская матрица возможных состояний, обладает качеством, которое многие религии приписывают Богу. Бог пребывает везде, и все пребывает в нем. Мера также пребывает везде, и все пребывает в мире. Вспоминайте вот тот вопрос, который фараон задал жрецам. Назовите слово, с помощью которого описываются все процессы во Вселенной. И знатоки-то не сказали, а жрецы сказали, это слово мера. Поэтому в мире пребывает вся материя в ее различных состояниях, и материя неразрывно связана с информацией. Вот этот тезис о существовании меры, как изначальной категории кирпичика, который существует, значит, этот тезис соединяет науку и религию. Поэтому концепция общественной безопасности в своем фундаменте, вот философском, то, что мы рассмотрели в первой лекции, три единства материи информации мира, это серьезный тезис о снятии противоречий между существующим сейчас в нашем обществе, противоречий между наукой и религией. А что за этим кроется, вы представляете. Это снятие и противоречия между различными религиозными конфессиями, это войны и так далее. То есть, это очень серьезная штука. Замечание какое здесь вот красные рамочки. Пантеизм, то есть, те, кто называют Бог, есть природа, она, вот пантеизм, отождествляет меру, то есть, Божье предопределение со Всевышним. Религии, отрицающие пантеизм, в принципе, меру воспринимают как наиболее общее средство управления Вселенной со стороны Бога. И вот по этой, по мере протекает энергоинформационный поток от Бога, то есть, Дух Святой. Ну, вот я что хочу сказать, для, если, для первого восприятия, мы же все родом-то, я же понимаю, оттуда материалисты, то есть, нас так учили в школах, это вот детишки, которые, я когда преподавал, вот студентам в вузах, лекции эти читаешь, или в школьниках, школьников, вы им рассказываешь, они это воспринимают, ну, так, как оно и есть, то есть, им говоришь, мир состоит из трех частей, материи, информации, мира, они смотрят на тебя, записывают, для них это откровение, а мы-то все, мы же проходили совсем другое, и поэтому, когда такая вот информация сгружается, человек смотрит и думает, давай, что это такое, то есть, меня же учили не этому, а этот мужик что-то вот говорит, так, а как же так, если меня учили так, то есть, информация сгружается не в пустоту, а она в голову, а там у человека что-то есть, поэтому с этой точки зрения, даже вот, как раз тем, у кого в голове там много чего, им гораздо тяжелее воспринять вот это, но я для чего этот опус такой словесный сделал, что вот если тяжело, то пусть хотя бы на первом этапе, вот, знакомство с концепцией воспринимаете вот как пантеизм, то есть, Бог это и есть природа, и все законы, существующие вот в мироздании, они же есть, эти законы природы, они вот и есть тот Бог, который управляет нами, то есть, вот эти законы, а мы эти законы знаем не все, мы познаем их только, но важно-то понять, что вот даже если мы признаем Бог вот в виде природы, то получается, что эти законы являются давлеющим фактором по отношению к нам, и пренебрегать этими законами, это то, что вот пословица говорит, против Бога не попрешь, поэтому вывод отсюда какой? О смысле жизни людей. Ну вот тоже я маленькое отступление сделаю, вот в достаточно общей теории управления мы будем рассматривать такие категории, как цель управления, вектор целей, значит, достижение цели управления, устойчивость управления. Я для чего это говорю? Вот сейчас мы будем говорить, и не владея этим аппаратом достаточно общей теории управления, сначала вроде бы будет ну тоже тяжело воспринимать, но потом, когда будем рассматривать основные положения достаточно общей теории управления, я все-таки буду вам напоминать, вот то, что сейчас мы говорим, еще те, кто первый раз смотрит эти лекции и не знает терминологического аппарата достаточно общей теории управления, то есть цель управления всегда предполагает некую цель, без цельного управления не бывает. Оно может быть хорошее, плохое, но всегда, коль скоро есть передача информации, оно всегда имеет некую цель. Поэтому, исходя даже вот из тех простейших вещей, что мы сейчас поговорили, о смысле жизни людей, поэтому, если со стороны Вселенной на нас оказывается определенное информационное воздействие, значит, оно должно иметь цель. И вот, исходя из этого, о смысле жизни людей, рассуждения какие? Существование человека и человечества не бессмысленно, а имеет некое предназначение. И это предназначение обусловлено как частной матрицей возможных состояний биосферы планеты Земля, так и общевселенской мерой. То есть, на нас оказывается управляющее воздействие вот тех законов природы, того информационного состояния, которое воздействует как со стороны самой биосферы, так и всех ритмов космоса. И индивидуальность человека, и его предназначение, я уже говорил, каждый человек имеет свой отпечаток пальца. То есть, это говорит о том, что каждый человек, дитя Божье, нет одинаковых людей, и смысл жизни каждого человека обязательно есть. То есть, существование каждого человека не бессмысленно, и существование человечества в целом, как некой суперсистемы, тоже не бессмысленно. А вот, уже забегая вперед, а узнать цель, ради которой ты существуешь, можно только у кого? У Бога. Но для этого надо вступить с ним в диалог, то есть, войти, говоря языком радиотехники, там, в хагерент. То есть, то, что по терминологии священников, значит, наших церковных, ну, религиозных деятелей, стяжание духа святаго. Вот об этом тоже пойдет достаточно общая теория управления. Вот, раз способности человека обусловлены генетически, то это равнозначно генетической обусловленности всей социальной организации людей, несущих некую культуру. Ну, то есть, то, что я и сказал, существование и человека, и человечества в целом не бессмысленно, а имеет некую цель. Поэтому все вот это, то, что мы сказали, выделяет человечество, то есть, речь, мышление, значит, труд, реализация своих предумышлений в труде, все это выделяет человечество из животного мира. И поэтому человечество может сделать две вещи. Раз оно может вмешиваться, мы можем вмешиваться в природу. Построить тип культуры, приемлемый для замысла Творца, то есть, для Бога, реализовывать его замысла здесь. Либо погибнуть, породив неприемлемую для людей и иерархически высшего объемлющего управления культуру. То есть, то, что, вот я говорил, против Бога не попрешь. То есть, либо мы в своей деятельности будем реализовывать те цели, которые имел Всевышний, создавая нас, людей и каждого, либо будем действовать против его воли, свои действия осуществлять, не согласуя с его целью. Ну, а дальше, я говорю, как в народе, против Бога не попрешь. Вот. Ну, и уж, если завершить эту мысль, давайте так, вот, вопрос вам, каждому, кто смотрит. Вот сейчас мы, как вообще говоря, живем? А мы идем против. То есть, вся культура, в которой мы живем, она угнетает и генетику, и разрушает биосферу, и вообще может наступить коллапс, когда, значит, существование человека будет поставлено под угрозу. Ну, и после того, что сказано, значит, вот рассмотрим типы культуры. Значит, новый вид человека, разумный, вошел в ранее существовавший животный мир. То есть, когда появился вот тот самый первый-первый человек, обладающий всеми качествами, которыми сейчас вот мы обладаем, он вошел в ранее существовавший животный мир. Поэтому мировоззрение, навыки были у него животные, то есть, он руководствовался инстинктами. Это вспоминайте и сопоставляйте то, что во вводной лекции мы уже рассмотрели типа психики. Животный строй психики, биоробота, демона и интуиции, то есть, человечный строй психики. И вот эти навыки у него были близки к навыкам предков, прото-человеков. То есть, то, что сейчас мы с вами и сказали, вспомнили, то есть, инстинкты условные, безусловные, рефлексы, и все, больше ничего у него не было. Но в отличие от животного, у тех прото-человеков, значит, у человеков от животных у него уже был генетически обусловленный потенциал. То есть, вот генетика и вот тот генетически обусловленный потенциал, который ему предстояло освоить. Причем, освоить с развитием культуры. То есть, вот вам это схематически изображение генетически обусловленного потенциала развития культуры. Ему предстояло это дело освоить. Значит, примечание. Вот такая точка зрения подтверждает археологическими данными, то есть, есть другие. Значит, там миф о грехопадении и знании из рая, миф о потопе, там, катастрофе, после которой выжившие озичали. Это все есть. Но вот ту точку зрения, которую мы высказали, она совпадает с археологическими данными. Более того, последние раскопки, значит, которые сейчас вот, по журналам и газетам известны, в общем-то, они подтверждают вот этот тезис. В самом общем виде человечество может нести три типа культуры и жить некоторое время в трех типах цивилизации. Первое, это технократическая цивилизация и культура. Что значит? Она вот современная нам, мы в ней живем, в технократической. чем она характеризуется в самом общем виде? Человечество стало невольником созданной техники. То есть, вот, мы вообще говоря, вот представьте себе сейчас, если в Москве, например, или в каком-то крупном городе перестанет, не станет электроэнергия, исчезнет вода, батареи отопления не будут греть, что будет? Вы представляете, что это будет? То есть, мы заложники, некоторые уже не могут без техники там, не передвигаться, не питаться, ничего, так сказать, все. И в этом смысле люди стали человекоподобными роботами. Они невольники, они подчинены вот этой технократической цивилизации. То есть, она ими управляет. Не человек главенствует и сообразует свою деятельность, а он уже подчинен вот всем тем ритмам этой техносферы. Технологическая. Здесь ее характеристика какая? Техника служит людям, а не властвует над ними. Значит, это уже другой тип психики у людей должен быть. Значит, и, наконец, третий тип культуры, когда биологическая культура сориентирована на освоение генетически обусловленного потенциала возможностей человеческого организма. Человек живет в ладу с биосферой, обходясь без протезов техники. Ну, вот таким примером был, значит, Порфирий Корнеевич Иванов. Помните, он, так сказать, жил в ладу с природой, обливался там, дышал, ходил босиком поросей и так далее. Вот. То есть, он жил в ладу с биосферой, подчинялся свою деятельность ритмам биосферы, космоса и так далее. Если ранее на Земле существовали биологические цивилизации, то следов от нее практически не должно было быть. Но мифы остались. Вот мифы о золотом веке, об изгнании из рая после греха падения, это если цивилизация была биологической цивилизацией. И тогда, если это было так, мы же доподлинно не знаем, тогда мы повторно строим этот тип цивилизации, подходим к нему, находясь пока еще в технократической цивилизации и культуре. И вот после того, что мы рассмотрели, должны возникнуть вопросы. Первый, что в развитии культуры благо? Вот посмотрите на все стороны нашей жизни сейчас, где мы живем, и задайтесь вопросом, это благо для того, чтобы человек осваивал то, что в него заложено, то, что мы назвали генетически обусловленным потенциалом, или наоборот неблаго? Ну вот, например, у человека есть мозг, и вы знаете людей, которые могут там хорошо считать, быстро проводить операции, а абсолютное большинство, сейчас пользуюсь компьютерами, там, значит, я вот, когда служил на космодроме, Байконур, там мне запомнился такой случай, когда пускали японских космонавтов, значит, там был журналист, он полетел, а женщина, которая с ним была, она сболела аппендицитом, ей операцию сделали там в военном госпитале на космодроме, так вот, японцы, значит, они без калькулятора уже тогда, вот я на них смотрел там, мы сопрягали системы связи, значит, они хотели сначала передавать информацию через наши системы связи, то есть, транслировать на Японию, но потом от этого отказались, ну, и там, в частности, был такой момент, когда затухание, оно определяется в Непперах, там, так, а у них уже были персональные там эти, калькуляторы, а у нас еще тогда ничего не было, эти компьютеры, вот, с каким ужасом они посмотрели на того старшего лейтенанта, который достал из кармана логарифмическую линейку и начал там эти затухания по логарифмической линейке, они уже даже, когда покупали там в буфете или что-то, они-то только в персональном компьютере, то есть, они, так скажем, грубо говоря, дважды два уже они не могут в уме такие действия арифметические делать, так вот, вместо того, чтобы развивать то, что заложено в нас природой, мы вместо этого делаем себе везде сплошь и рязом протезы, поэтому надо видеть вот, то, что в развитии культуры благо и что не благо, и соотносясь даже вот с этим, сейчас технократическая цивилизация, технологическая, можно тот же компьютер персональный, который в принципе сейчас как бы хорошо, то есть, там нормально, можно пользоваться им, но когда ребенка с детства он уже оттуда не вылазит, то есть, он и окружающего мира не видит, его мир, значит, ограничен вот этими рамками персонального компьютера, экрана, а дальше он даже не представляет, что происходит, и с утра до ночи там сидит, он заложник этого, то есть, без этого он уже и обходиться не может, значит, и что надо искоренять, то есть, вот два вопроса, что в развитии культуры благо, и что надо искоренить, для того, чтобы реализовывать генетически обусловленный потенциал. Дальше, следующий вопрос рассмотрим о формировании индивидуальных особенностей человека. Вот здесь такая элементарная картиночка, вот родился человечек, и вот он растет, становится взрослее, и вот культурная среда, или культура, то, что мы называем, она формирует физическую и духовную личность человека, главным образом это происходит в период от зачатия до вступления во взрослость. Значит, и на человека оказывают воздействие семья, значит, ясли, детский сад, школа, родители, учителя, книги, сказки, радио и так далее. То есть, получается, что все это управляющее воздействие на формирование человека. А что несет в себе вот это все? Какие идеалы несут сказки, музыка, книги? Если хорошие идеалы, на выходе хороший человек, а плохие идеалы? Ну вот теперь сопоставляйте, какие идеалы мы закладываем в людей? Бери от жизни все, пейте пиво, еще чего-то, и вот на выходе потом получается такой, так сказать, недолюдок, сексуально-пищеварительный аппарат. А с точки зрения воздействия от зачатия, это, я вам скажу, серьезный момент до вступления во взрослость. Через триединство ведь что происходит? Многие считают, что ребенка надо воспитывать тогда, когда он родился. Это серьезная ошибка. Почему? Потому что ребенок, его зарождение и формирование осуществляется не с того момента, когда он появился на свет из утробы матери, а начинается от момента зачатия. Почему? Потому что ребеночек получается от механического слияния сперматозоидов с яйцеклетками, а в том числе от соприкосновения биополей двух любящих людей. И если в момент зачатия два человека и их биополя соприкасаются, и они отражаются на этом будущем человеке. Вот почему на Руси стремились сохранить целомудрие девушки. Потому что ежели девушка имела до зачатия того ребенка физически воплощенного с несколькими мужчинами до того, то это биополевое взаимодействие сказывается на ее ребенке. Это явление так называемой телегонии, когда ну это вот факты есть и из животного мира, даже и из жизни людей, когда, например, ну в частности такой случай был со студенткой аспиранткой в МГУ. У нее до этого был парень значит из Африки негр и потом когда она вышла уже за белого, то есть за русского, значит негр уже давно в Африке, то есть и 9 месяцев там не было, то есть это как бы доказано, то а родила она негритенка, почему? Потому что на ее биополе отразилось вот то сексуальное взаимодействие биополей, когда она совокуплялась с этим негром и появился негр, то же самое от вот совокупления зебры и лошади, оно не приносит плода, но когда спаривают лошадь с зеброй, там плода нет, но когда лошадь с лошадью, ну вернее с конем, но после совокупления с зебром, если до этого было, то очень часто рождаются зебрята, то есть информационные воздействия лошади полосатые, так скажем, я неправильно выразился, значит, потому что при совокуплении, я еще раз повторяю, не только механическое слияние сперматозоидов и яйцеклеток, но и соединение биополей, и поэтому значит, часто бывает так вот, родители даже не знают, в кого-то такой уродился, а он уродился во всех тех значит, мужчин, с которыми женщина совокуплялась до того, то есть отцов у него много, ну это в общем-то касается то же самое и мужчины, значит, на этом сказывается, поэтому зачатие это важный момент нового человека, значит, у нас есть по этому поводу отдельная литература, кого это заинтересует, пожалуйста, можете на нашем сайте, в частности, более подробно почитать, то есть, мы говорим, что вот культура формирует человека, и главным образом это сказывается вот до вступления во взрослость, поэтому очень важно для оценки человека всегда судить, вот, кто у него были родители, в какой среде он воспитывался, значит, как учился там и так далее, то есть, период детства очень важен, и психический склад у человека формируется именно в это время, потом уже, ну, можно, конечно, но, в общем-то, очень трудно изменить дальше, поэтому так важно вложить вот сначала, опять, пословицу вспоминайте, не научился Ванечка, Иван Ивановичем не научишься, очень важен этот момент, а у нас в это время до ребенка дела нет, значит, что ты тут меня отвлекаешь и так далее, то есть, бабушек, дедушек нет, потому что живут порознь, почему мы говорим, надо жить в преемственности поколений, значит, чтобы накопленный опыт передавался ребенку, родители на работу, а рядом бабушка, дедушка, а у нас квартиры такие, что там, значит, не поживешь вместе, да более того, культура такая, скорее бы от родителей куда-нибудь улизнуть, в этом смысле, вот русские проигрывают от, ну, в частности, то, что на Кавказе живут, они же, видите, как там уважают старших, мнение прислушиваются, хотя сейчас это тоже во многом носит такой характер-то, декларативный, но тем не менее, традиции, культуры это есть, а наше, все это разрушено, в том числе и культуры, в том числе и архитектуры и так далее, ну, то есть, здесь есть о чем поговорить, вот на этой картинке, это очень серьезный момент, здесь и школы, и детский сад, и зарплата учителей, и каким должно быть образование, и что надо давать детям, то есть, здесь масса, ну, дальше идем, но происходит вот это вот формирование на основе индивидуальной матрицы, генетически обусловленного потенциала, то есть, формирование человека, он не только вот под этим, но и у него есть, он же дитя-то божье, и поэтому вот здесь нарисован человечек, у него есть генетически обусловленный потенциал, у каждого, каждый человек же индивидуален, поэтому вот у каждого есть свой генетически обусловленный потенциал, и он может либо его освоить, либо здесь ему не додали, здесь ему не сказали, это ему не рассказали, и вот он освоил то, что, а до этого, видите, он не дошел, вот до всего этого, здесь уместно напомнить, вот про обрезание крайней плоти, именно на восьмой день, вот здесь как раз обрезание, и вот это все отсекается, освоение, то есть это сказывается на освоении человеком генетически обусловленного потенциала, и в частности в Библии, вот об этом сказано, и выйдут отсюда неразличающие понятия добра и зла, вот какой страшный инструмент, и вообще то, что было сделано в ходе Синайского турпохода, ну вот говоря об этой матрице, значит, можно рассмотреть и другую, значит, что вот это генетически обусловленный потенциал, вот человечек, вот его этот матрица возможных состояний развития, она обусловлена матрицей биосферы, и она обусловлена биоритмами космоса, то есть он не сам по себе, он живет вот в многомерной матрице, в том числе в матрице биосферы и матрице космоса, и в этом смысле, говоря о судьбе, каждый человек рождается, ведь то, что раньше астрологи говорили, под определенными колебательными процессами, и не только рождается, даже зачатие происходит тоже, не только при совокуплении яйцеклеток, там со сперматозой, и биополей двух любящих людей, если они действительно, значит, зачинают нового человека, но и тех биоритмов, которые есть в космосе, то есть вот астрологи, и это должны вообще говоря учитывать, не только момент рождения, но и момент зачатия человека, тоже надо, поскольку все вот эти ритмы оказывают, вы видите, воздействие на формирование человека, а дальше, то есть у человека есть вероятностная предопределенность, то, что называется судьбой, но она, вот эта судьба, не такая, что шаг влево, шаг вправо, и все равно никуда не денешься, ничего подобного, человек, он может изменять свою судьбу в пределах вот этой общевселенской матрицы, поэтому, вот это тоже надо знать, то есть не надо считать, что там цыганка нагадала, и вот нет, значит, то есть, что тебе нагадано, но ты можешь изменить, причем кардинально изменить, значит, важно уметь управлять, в том числе и собой, и событиями, и важно еще все время быть в диалоге с Богом, вот, то есть, генетически обусловленный потенциал, это тоже некая частная мера, которую в течение жизни предстоит наполнить реальным содержанием, ну и вот надо так свою жизнь строить, чтобы то, что тебе даровано Богом, освоить на сто процентов, а теперь давайте сравним каждый себя, там, знакомых и так далее, вот осваиваем мы все это на сто процентов, конечно, нет, почему, а вся культура, она нам этого не способствует, это не дали, это не прочитали, это не знаем, это не умеем, и поэтому, так сказать, оказываемся в таком, вот, кроме того, то, что я рассказал, многое обусловлено астрологически, то есть воздействием, вот, ритмов Земли и космоса, значит, на человека, выводы из того, что мы рассмотрели, какие, формировать способности человека надо своевременно, опять пословица, видите, не научился Ванечка, Иван Ивановичем не научишься, здесь, и опять, школа, ясли, так сказать, родители, книжки детские, и прочие, культура, в которой мы живем, генетическая программа отводит жесткие временные нормы, рамки, на освоение человеком чего-либо, вспоминайте, мы уже с вами рассматривали Маугли, вот, помните, я вам рассказывал, Маугли, значит, когда ребенок попадал к животным, там воспитывался, и потом, когда, в грудном возрасте, когда его назад забирали, уже там, в возрасте 10-12 лет, оказывается, научить говорить его невозможно, он человек, у него мозг есть, язык есть, глаза, уши, все, а говорить не может, почему? А потому что генетикой отведена строгая временная норма на освоение человеком чего-либо, поэтому очень важен вот этот момент доформирования человека во взрослость, то есть, когда он осваивает все, и вот, если в среде обитания нет необходимых условий в определенный период, то все это ведет к срыву генетически, освоению генетически обусловленного потенциала. Ну и сейчас, вот, если посмотреть, дети в России, посмотрите, а сколько беспризорников, а ведь они вступят в жизнь, и потом, как профессор Добряньков, когда убили, вот Сашу и Машу, там, если помните, то кто виноват? Ну, вот эти преступники вроде, они что, преступники? Эти детишки, которые сейчас, вот вся эта культура, все эти демократизаторы, и так далее, вышвырнули на улицу, они результат управления, вот той безнравственной культуры, это вот, я всегда в этом смысле вспоминаю песню из кинофильма «Генералы песчаных карьеров», помните там, «Зачем вы бросили меня, зачем? Ведь я ваш брат, я человек, когда ласкали вы детей своих, я есть хотел, я замерзал, вот, и вот эти люди, которые потом, они, так сказать, они действительно многого лишены, они не знают, а эти богатенькие, хотят, чтобы они были хорошими, и смирились своей судьбой, да никогда они не смирятся, и то, что в них сформировалось, вот этим, они реализуют по отношению к Саше Маше, профессорам Добреньковым, поэтому представляете, какое поколение сейчас готовится, и если не принять необходимых мер, какое общество будет, и так-то заборов понастроили, тюремный романтизм, все эти замки, значит, там, с пиками, с заборами, с колючей проволокой, с вышками, и с автоматами там, и это, это что, люди, что ли? Да бред какой-то, какая-то культура, значит, когда люди охраняют друг от друга, вообще, если уж на то пошло, уже третье тысячелетие на дворе, а люди убивают в воинах друг друга, и так далее, что это? Это вот сатанинская концепция, о которой мы говорим. Вот о национальных культурах поговорим. С появлением вида человека разумный, вот, в условиях нулевого или близкого к нулю уровня культуры, начальные пути развития определялись матрицами генетически обусловленных потенциальных возможностей. И вот здесь нарисовано, что Земля, ну, фрагмент планеты, ну и условно сказано так, вот, это вот матрица развития всего человечества, а национальности какие? Ну, вот здесь в Европе, не будем там называть, вот потенциал в Европе, вот потенциал в России, и вот потенциал в Японии, генетически обусловленный потенциал. Все это в пределах иерархически наивысшего объемлющего управления, то есть Бога. Но возможности были разные, значит, речь идет о, в том числе, о теории Гумилева, значит, теория этногенеза, он говорит, что определяющим единственным в формировании человека и культуры являлась среда, в которой он жил. Да, Лев Николаевич Гумилев в этом прав, что, конечно, среда оказывает воздействие на формирование человека, но если только среда оказывает воздействие, тогда Лев Николаевич Гумилев лишает человека разума, лишает среды, лишает культуры, лишает управления и так далее. А это уже неверно, и в концепции «мертвая вода», вот это подробно, кого это интересует, почитайте, но здесь я только хотел сказать, конечно, есть разница в человеке, который воспитывается в пустыне, он даже, скажем так, он смотрит куда? За горизонтом, что же там за горизонтом? Тот, кто в лесу, он в лесу, значит, деревья, он куда? Вверх, к звездам, то есть рельеф местности, да, он оказывает на человека воздействие, но не только же этим определяется, значит, поведение человека, оно определяется той культурой, в которой он живет, а культура управляется, так я к чему это вот говорю, значит, на этой картинке, возможности-то генетически обусловленные были разные, а освоение тоже шло различным путем, и сказывались многие факторы, и в этом смысле, вот эти матрицы, которые были, в чем их разница? Смотрите, в Японии, кругом море, остров, ограниченные они, да, там горы, и так далее, берем Россию, а в России есть и горы, и пустыни, и леса, и моря, и реки, и озера, и поля, и равнины, то есть, у нас, значит, возможностей, с точки зрения формирования, вот, меры, освоения, общевселенской меры, гораздо больше, и поэтому русский язык, например, гораздо богаче, ну, скажем так, в Англии девушку, как называют, гел, и все, а у русских как, девушка, девчоночка, деваха, девица, и так далее, что это такое? А это краски, разные оттенки, значит, поэтому, а дальше мы когда говорили о том, что слово это код, который отражает объективную реальность, да какой язык самый богатый, самый насыщенный? Да, английским можно пользоваться, ну, как техническим языком, там, вот, для того, чтобы нажимать на компьютер, и еще что-то, а наиболее полно отражает и красочно все мироздание в целом тот язык, который несет в себе оттенки всех вот тех разнообразностей. Ну, вот, здесь говорится, что сами эти матрицы не были обусловлены прямым влиянием, значит, природной географической среды, но, так как особи вида человека разумной были, развивались в разных ареалах, то, что вот я рассказал, то эти матрицы подстраивались под местные географические условия среды, поэтому и возможности для этих матриц отличались, и это предопределило развитие культур в разных регионах на раннем этапе развития. Вот тот тезис, который рассмотрен, значит, о национальных культурах. Но на это надо понимать, накладывалось, что прямое влияние природной среды, лес, горы, моря и так далее, заимствование из других культур. Оно было? Было. То есть, значит, а в этом смысле опять наша матрица какая? У нас много культур. И почему мы говорим цивилизация и мера? Помните, когда мы рассматривали триединство материи информации и меры, мы говорили западная культура, восточная культура и русская культура, сама цивилизация. Значит, почему? Потому что здесь в России много народов, много культур, они соприкасались вместе, брали все лучшее друг у друга. То есть, многоцветие такое было. И заимствовали друг у дружки все это дело. И в этом смысле Россия, как слепок всей планеты Земля, вообще говоря. И жили мы в ладу друг с другом. И никакие культуры не уничтожались. И в СССР воспитывалась дружба народов при Сталине и так далее. Дальше. Социальная организация, она обязательно накладывала свой отпечаток. Значит, и социальная организация на Руси никогда, рабовладения не было, вы знаете. Значит, вне социального управления, тоже надо учитывать. Вот, иерархически наивысшее, то есть, управление Бога по отношению к этому всему. И вот, результатом всего того, что мы рассмотрели, и явились национальные культуры, те, которые сейчас мы имеем. И культура, надо понять, вот еще что, важное вот. Культура генетически не наследуется. Очень важный тезис. Культура генетически не наследуется. А все, что вот в этом пункте, три, стабилизирует культуру и защищает их от размывания. Вот эти вот факторы. И надо вот здесь красным, как такой вывод общий, культуру несет не биологическая популяция, а социальная организация биологической популяции. Культура несет не биологическая популяция, а социальная организация биологической популяции. Вот такой постановки вопроса ни в одном учебнике вы не найдете. Культура, таким образом, есть фактор среды обитания, которые воздействуют на людей. Поэтому она, как фактор среды обитания, оказывает свое давление, то есть управление на популяции всех видов, на человека в том числе и на биоциноз в целом. Ну, примеры там, вот культура. Вот здесь, видите, примечание охота, животных истребляем, и, так сказать, разрушаем пищевые цепи в том числе. На человека, войны, значит, уничтожают людей, там, целый геноцид и так далее. На биоциноз в целом культура влияет. Значит, если темпы изменения, а теперь вспоминайте то, что мы рассматривали, вот соотношение этих частот, как они оказывают давляющий фактор на тот или иной биологический вид, если этот биологический вид не сумеет подстроиться. Если темпы изменения параметров культуры низкие, то генотип популяции будут вынужден подстраиваться под наиболее стабильные параметры культуры, то есть питание, одежда, жилье, ритуалы, там, религии и так далее. И вот это вот найдет отражение в освоении матрицы возможностей. То есть вот если есть генетически обусловленный потенциал, и вот матрица эта, да, есть, то культура, она будет оказывать свое влияние на освоение генетически обусловленного потенциала матрицы. Выводы отсюда какие? Развитие культуры влияет на воспроизводство поколений человечества. Развитие культуры влияет на воспроизводство поколений человечества. Животные замкнуты только природно-географическими факторами. Человек, в отличие от животных, замкнут культурой по признакам национальному, классовому, элитарному, мафиозному и так далее. В отличие от животных. Поэтому навязывание народу чужой культуры всегда находит сопротивление. В культурных традициях социальной организации народа, обычаи, системы управления, отношения между людьми, то есть навязывающий, а он сопротивляется. В совокупной матрице генетически обусловленного потенциала возможностей и предрасположенностей народа. И во внесоциальных факторах. То есть Бог, он есть, поэтому он тоже оказывает свое воздействие на эти факторы. Поэтому, исходя отсюда, культурный обмен, так называемый, и вот мы то, что называли «война методом культурного сотрудничества», редко вносит новое содержание в жизнь народов. Ну, примеры такие, вот эскимосы там, их как там не внедряли, индейцы, они живут, как и жили, то есть и попытка навязать им чуждую культуру, они ее отторгают. Поэтому, вот исходя из этого и всего, что мы с вами рассмотрели, искоренение неугодных культур в истории человечества всегда сопровождалось геноцидом, наркотическим, экономическим, всякими государственными культурными программами и так далее. Вот по отношению к нам наша культура, она неугодна завоевателям, вы знаете, против нашей страны ведется холодная война. Поэтому, по отношению к нам, откровенный геноцид к нашему народу. И наркотический, вы посмотрите, водкой, пивом все залили, детей спаивают и так далее. Значит, экономический геноцид, мы богатейшая страна на планете Земля, у нас есть все, а значит, наш народ нищий, а там, где ни у кого нет, значит, никаких природных богатств, они жируют за наш счет. Программы всякие, реформы проводят эти бездумные, то есть, через руками вот этих наших бездумных демократизаторов ошляются геноциды, уничтожения собственной страны, собственного народа. О речи и мышлении с позиции концепции общественной безопасности «Мертвая вода». Какие здесь положения важно понять? Первое. Вот возникновение периода детства обусловлено увеличением объема вне генетической информации. И мы с вами говорили, кошка, она, значит, от родителей взяла там что-то и научилась, мяу там, собака тяф-тяф и так далее, все. Значит, а у человека ему надо книги осваивать, то, что освоили до него и так далее. Поэтому речь является информационной системой кодирования предметно-образного мышления человека. Вот здесь нарисован человечек, у него есть рецепторы, значит, глаза, уши, вы видите, нос, рот и так далее. И вот он смотрит, ага, солнце, птички, деревья растут, он это дело все воспринимает, запахи, и он все эти явления, и не только природные явления, но и в общественной жизни, забастовки там, войны, он наделяет речи, он говорит, солнце, дерево, жарко, птички поют. Вот, так сказать, он наделяет все, что вокруг него, словами. В отличие от чего? А животные только мяу, кошка, значит, собака, тяф-тяф, там и так далее, хрю-хрю. То есть человек стал говорить о том, о чем не мог показать, вразумительно, телом. Ну вот, кошка, она показывает телом, личным примером, а говорящий учитель, это уже прогресс по сравнению, так сказать. Поэтому, когда вот вы видите руками, кто машет, это вот, ну, в частности, Ельцин, помните, он говорит, я поймаешь, что-то вот. То есть тот, кто не умеет выразить свои мысли, он начинает руками махать. Это вот признак того, что неумение наделить четко словом те явления, которые, значит, окружают человека. Речь дала возможность передачи навыков, освоенных предками. То есть одно поколение освоило, оно передает новому. Значит, новое освоило то, что старое, да приобрело еще за время своей жизни. Передает тоже своим предкам. И объем вне генетической, то есть социальной информации, он все время рос. И сейчас вот, значит, в частности, этот фактор приводит к тому, что учителя говорят, надо 12 лет учиться в школе, а не 10. Ну и так далее. Наличие рук вместе с речью, предвидением вариантов возможного, предумышлением, действием и так далее. Вот все это позволило человеку начать защищаться от давления природной среды обитания путем создания искусственной среды обитания. То есть животные, они не могли защищаться. Значит, они гнездо там в лучшем случае свили и так далее. А человек начал строить дома, сначала шалаши, потом деревянные, потом бетонные, сейчас вы видите эти небоскребы и так далее. Значит, сначала костры, потом, так сказать, печи, сейчас вот батареи там и прочее, прочее. Со временем искусственная среда стала подавлять природную среду, сначала в жизни отдельного человека, а потом и в планетарных масштабах. То есть сейчас вот средства передвижения, смотрите, какие самолеты, паровозы, рельсы и так далее. То есть, значит, среда технократической цивилизации стала подавлять вообще вот все эти природные условия, в которых жил человек раньше. Ну, хорошо это или плохо, мы уже говорили, надо определять, что хорошо, а что плохо. Вот эти вопросы поставить. В зависимости, надо рассматривать через призму чего, кстати. А через призму того, что способствует освоению человеком генетически обусловленного потенциала, а что не способствует. Вот и ответ на вопрос, значит, в пределе. Поэтому никто же не отказывается назад в пампасы надевать на бедренные повязки и, значит, с бананами вокруг пальмы плясать. Это глупость, конечно. Значит, но надо в то же время понимать, что есть некоторые вещи, которые подавляют генетику человека, и они не способствуют освоению человеком того, что у него заложено. Поэтому эти вещи надо пересматривать, как-то корректировать, принимать решения соответствующие. Вот. Согласовывая свои решения с Богом, то есть, вступая с ним в совет, в диалог, в подсказку. Ну, дальше вот какой важный момент. Но, обретя способность абстрактно-логического мышления, человек обрел способность лгать и самообольщаться. Исследования показали, что человека лжет левым полушарием. Правое ко лжи не способно. Вот то, что я сейчас сказал, очень важный момент. То есть, получается, что то, что мы с вами рассматривали, слово есть мера, код и так далее. То есть, если человек смотрит на какое-то явление и так далее, он понимает, что это так. Но словами наделяет это явление так, как ему нужно. То есть, лжет, образно говоря. То есть, тем самым он создает информационные воздействия на других, которые не соответствуют тому, что есть вокруг. То есть, вносит инверсию в восприятие окружающего мира. Вот языки всех народов – это часть общевселенской меры. Поэтому дело правды у всех – это правое дело. Вот себе представьте, если бы Иосиф Виссарионович Сталин во время войны сказал «наше дело левое, враг будет разбит». Такого представить трудно, да? Но наши зюгановцы, они откровенно говорят, а мы левые. Вот представляете? И они считают себя наследниками, значит, там вот, в том числе и Сталина. То есть, дуристика самая настоящая. Потому что, помните, правое дело, значит, правая власть, прав, правь, правда от этого слова. А левое дело всегда лукавое. Левые деньги, левый товар, мужик налево сходил. То есть, все это вот левое дело – это лукавое. Но наши, вот они левые. А правые, которые как раз делают, СПСовцы там, да, Хакман, Ну, Хакман, Немцова там и так далее. Вот. Они правое дело делают. То есть, дуристика самая настоящая. И они отстаивают и говорят, вот. Ну, ладно, если эти лгут, с этими все понятно, с Немцовыми там, Хакманадами и прочими. А вот то, что касается тех, которые говорят о справедливости, значит, в частности, зюгановцы, вот это ложь. А здесь как надо исходить, из чего? То есть, есть в пределе две концепции. Одна концепция жизни людей хорошая, праведная, да, правильная концепция. И есть честно, несправедливая, неправедная концепция. Так вот, те сторонники неправедной концепции, которые, по крайней мере, открыто говорят, это вот типа Чубайса там и так далее, они, да, они говорят, а вот мы будем господствовать там, еще чего-то. Они, по крайней мере, явные, гораздо опаснее кто? Те, которые под прикрытием якобы правого дела творят ложные дела. Вот это и есть как раз троцкисты. И вот зюгановцы, никакие они неправые там, и все эти марксисты. Это как раз Карл Маркс изобрел такое учение, которое никогда не приведет к коммунизму. И мы уже рассматривали три источника, три составные части марксизма, еще вернемся и будем об этом говорить. Так я к чему это все рассказываю? Ложь – это всегда часть другого дела. И тот, кто лжет, он, даже если ложь во благо, там, это всегда, ну, нехорошо. Поэтому надо всегда во всех случаях говорить правду. Потому что ложь – это всегда, ну, неправое дело. Значит, вот зиждется, на чем наше отношение ко всем, значит, незнающим мертвую воду, в частности. Вот они, когда сталкиваешься с ними, ну, вы мертвую воду знаете? Все они говорят, нет, не слышал, не знаю. Ну, мы-то знаем наверняка. То есть ты смотрел, читал. И все, кто к нам приходят, они, ну, как бы говорят, а вот оцените нас, а вот как вы к этому относитесь? У нас-то есть критика практически по всем вопросам. Но почему по отношению к мертвой воде идет замалчивание? Молчат. Способность ко лжи – это способность к нарушению у других особей правильно отображать объективную реальность. Ну, мы уже об этом говорили. То есть это искажение или разрушение чужой личной меры. То есть лгать нельзя никогда. И вот выводы из того, что мы с вами рассмотрели. Способность ко лжи и самообольщению тоже стала фактором развития культуры. И, к сожалению, ведущим фактором. И вы посмотрите, что мы сейчас с вами наблюдаем. Ведь видим, нагло лгут наши правители, руководители. Народ это понимает, а они им, как говорят в народе, написали в глаза все божья роса. То есть нагло лгут. И все понимают. То есть мы живем в обществе лжи, вообще говоря. И вот этот фактор лжи, он стал фактором развития культуры. И как следствие, фактором глобального исторического процесса, а исторический процесс это процесс развития культуры, в глобальном эволюционном развитии биосферы. Глобальный эволюционный процесс. То есть фактором развития биосферы. А раз культура ложная вся, то она оказывает свое отрицательное воздействие на развитие биосферы планеты Земля. И это и привело к глобальному экологическому кризису, в частности, и к другим всем кризисам. То, что сейчас все ученые называют глобальный системный кризис. Кризис во всем. А фактором является ложь. Вот мы с вами рассмотрели глобальный исторический процесс. И сейчас, после перерыва, приступим к рассмотрению толпы политарного общества. То есть, как развивалось общественное отношение, как они строились в глобальном историческом процессе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok